Уважаемые товарищи, война войной, но все в экономике, как много раз я предупреждал вас. В январе этого года практически в этом же составе мы рассматривали вопрос о создании портовых мощностей для перевалки наших грузов. Тогда речь в основном шла о калийных удобрениях, но это естественно объемы самые большие. Сегодня мы об этом поговорим, а также затронем вопрос нефтепродуктов. Направления работы были определены, необходимое решение принято. Пришло время сверить часы и, если нужно, подкорректировать и согласовать наши дальнейшие действия и планы. Обстановка внешнеполитической конъюнктуры сегодня развивается крайне динамично. Но надо отдать должное, белорусская экономика продолжает работать и находить новые возможности в этих непростых условиях. Мы должны оперативно реагировать на все вызовы и гарантированно обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Ключевой момент – скорость принятия решений. В этой связи хочу услышать следующее. На какой стадии находится вопрос создания собственных мощностей для морских перевозок? Понятно, мы ушли не по своему желанию из традиционных портов и работаем практически по перевалке наших грузов, всех грузов, это около 20 миллионов тонн, работаем во всех портах Российской Федерации. Второй вопрос. Есть ли конкретные результаты в этом направлении? Я имею в виду создание собственных мощностей. Третье. Какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов? И какие проблемы в связи с этим? Есть ли у нас понимание, сколько калия мы можем переваливать через порты Российской Федерации на приемлемых условиях? Также мне докладывали об альтернативных вариантах сотрудничества в северо-западном регионе России. Это должно быть главным вопросом. По сути, мы имеем два возможных варианта. Каждый со своими преимуществами и недостатками. Я имею в виду Мурманск и Приморск. Необходимо окончательно определиться, что нужно строить терминал, порт или модернизировать какой-либо существующий. И немедленно начинать работу. Насколько я знаю, где-то под Ленинградом мы и строим, и модернизируем. Под Мурманском пока телепаемся. Кроме того, следует обсудить проект указа о реализации отдельных видов товаров на экспорт. Очень коротко, пожалуйста, предметный доклад. И попрошу, не повторяясь, не завывая, не страдая, а конкретно, что сделано на сегодняшний день. Потому что об этом мы не единожды, еще раз повторяю, встречаясь, вели разговор. Поэтому, что сделано на сегодняшний день, какие недостатки, кто и что мешает. Пожалуйста, Николай Геннадьевич. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые участники совещания. Если за 6 месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 миллиона тонн белорусских грузов, то в этом году этот объем уже составил практически 6 миллионов тонн. Рост 400%. Практически весь объем, 97%, это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты. Результаты начатой в апреле прошлого года работы по организации перевалки белорусского калия через морские порты северо-запада и юга России сегодня позволяют располагать портовыми мощностями для перевалки порядка 1 миллиона тонн продукции в месяц или 12 миллионов тонн в год. Удалось добиться экономически эффективных условий перевалки в терминалах порта Санкт-Петербурга. В первом полугодии текущего года через эти порты отгружено 2,7 миллиона тонн калийных удобрений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова